здравствуйте друзья добрый вечер письмо я пишу вам из средней азии коротко о себе мне 25 я бывший милиционер недавно уволился общий стаж 8 с половиной года 85 года сам по специальности эксперт-криминалист также юрист обучался в академии мвд в россии закончил двенадцатом году с десятого года играю грин карту хорошо так уже со студенческой скамье играет в двенадцатом году выиграл но потом сами знаете отменили так вот я хочу сказать что на работе где я работал у в д меня запугивали шантажировали так далее оказывали давление в общем я уволился после этого еще не женат как вы думаете могу ли я получить турвизу или гостевую это одно и то же поехать в сша и сразу подать на политическое убежище мне сказали что шанс у меня очень хороший работал честно леваки не делал а зарплата была 250 300 долларов где-то естественно денег у меня нет но я найду любым законным способом а еще я всегда думал что выбрал не ту профессию а направление у меня по специальности узкая эксперт криминалист жалею что потратил восемь с половиной лет на обучение и на работу мне бы хотелось обучиться на тестера так как я отлично лажу с компьютером жаль не учился на программиста но мне всего лишь 25 и у меня все еще впереди я не хочу тратить свое время на бессмысленное существование посоветуйте пожалуйста как поступить с чего начать этот вопрос у нас как поступить с чего начать ну давайте поболтаем я друзья начну с той ассоциации которая возникла у меня в сознании дело было давно мы только закончили институт и я работал в кб и там же в кб у нас был один молодой парень такой интересные судьбы он когда-то закончил училище офицерское служил у него дедушка там был какой-то большой там генерал он его отмазал от этого училища он потом закончил институт связи не помню заочно очень не помню в общем и работал со мной вот в этом кб чем-то таким занимался но он по натуре своей был такой что называется шахер махер вот я могу сказать что например когда он уже уезжал в америку то последние несколько лет он работал учеником в таком месте где наваривали покрышки для автомобилей тогда это был такой большой бизнес купить новое было невозможно то не наваривали потертые покрышки учеником можно было быть я не помню там три месяца пять месяцев но несколько месяцев а он платил взятки за то что ему как-то вот каждый раз его переоформляли учеником потому что у ученика нет плана поэтому у него вот эти самые леваки значит там то есть он много зарабатывал да и как вот он потом объяснял они там такие безобразие творили что он вовремя ушел потому что остальных посадили на общем вот такого примерно склада был молодой человек но военный как бы да так в принципе такой боевой боевой человек и он значит разговаривал со мной и с еще одним человеком который не 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 работал у нас кб научился с нами выставить связь и он так с молодых ногтей был членом партии такой был активист партийный хотя в армии он не служил со мной так вот бывает такие студенты там чуть ли не в 19 лет там 18 партий вступил и такой вот был он дослужился худо-бедно до замминистра связи российской федерации в какой-то момент и вот какое-то время он был замминистра связи значит вот мы разговариваем втроем но и тот который значит коммунист но он он мудрый мудрый по жизни был человек такой непростой вот а военный парниша он такой правдоруб такой значит прямолинейный но и правдоруб говорит партийному он говорит если бы говорит он я хотел бы воровать больше я бы в партию тоже вступил говорит но я не такой человек чтобы вступить в партию и воровать то есть я честно если бы я вступил в партию это не для того чтобы воровать а вот чтобы быть честным коммунистом говорит а чего ты там туда вступаешь я вообще не понимаю там и так далее то есть вот как бы да то есть партийность должен украсть что-то с его точки зрения можно больше украсть будучи в партии и я почему эту историю вспомнил казалось бы чего это этом куда-то ушел воспоминания дело в том что вот эта ситуация он пошел служить в милицию и образование получал там все дела и я честно говоря я не у меня не укладывается в голове как же он вот будучи столько лет в системе столько лет в системе не понимал совершенно систему он не понимал что нельзя по-честному если ты будешь по-честному ты не сможешь собирать взятки ты не сможешь передавать вверх по инстанции ты не ну то есть это просто ты и ты не просто не участвуешь системе а ты открыто ей противостоишь потому что другой человек на твоей же должности он чет наверх отдает а ты нет вот леваки не делал там учет а чего ты тогда ну ну то есть я с одной стороны понимаю что люди бывают разные обстоятельства бывают разные и все бывает разное но так вот как бы в целом как вектор такой да как направление иногда вот привет какой ангел ко мне в девичьем образе вот и делаешь там ей резюме или там за жизнь беседуешь но чисто дева мария понимаете вот такая пресвятая причисто и вот значит а так поговоришь вот как она выросла где выросла у нее чтоб от дома до школы пройти тебя 10 раз матом обложить эти каждый день туда и обратно и вот и тем не менее вот в этом вот во всем вырастают вот эти вот самые девы марии понимаете которые не вырастают там где абсолютно стерильная какой-то вот там производства нет вот на всем на этом вырастает чудо такое плате поэтому как честный такой принципиальный там мент там и так далее значит конечно бывает я и я не спорю но знаете еще один случай я вспомнил когда начал про ментов значит я в киеве когда был пару там три года назад ровно три года назад мы со светланы были в киеве и там с одним разговаривали с дяденькой который раньше в органах служил внутренних дел и я говорю как там сейчас обстановка то вот как там но в менты как бы он говорит сейчас гид ментов почти не осталось одни мусора сказал он вот давайте как интересно так вот что я хочу сказать значит он хотел быть ментом а от него требовали чтобы он был мусором ну хорошо мы проехали в конце концов время прошло чего-то такое может быть он в каких-то идеалах был да понятно молодой парень что-то он себе думал там даже я не знаю ну неважно неважно уже ладно уже повзрослел прошел ведь у него бзик на законности он говорит я любыми законными способами заработаю себе там на отъезд поэтому он не говорит заработать законными способами для него это важно у него вот это вот парадигма по-честному то есть он такой совершенно американский такой человек все хочет делать по-честному в таком месте где по-честному ничего сделать нельзя мать вот это дилемма так значит безусловно у него есть какой-то кейс я абсолютно не не специалист по этим делам вы сами понимаете я не никогда не сочинял не придумывал не оценивал ничего так такого но я думаю что у него ситуация не в том что его преследуют за политические взгляды а ситуация его в том что государство не в силах его защитить от преследований не связанных с его там может быть политическими взглядами но просто с гражданской позиции там и так далее то есть его преследуют криминальный элемент фактически а он вот значит пытается найти защиту у системы система система его не защищает вот я думаю что где-то вот в этом в этом поле но опять я могу быть не за совершенно некомпетентен так меня просто видение такое значит ему конечно надо добраться до сша я не могу сказать ни одного слова с визами что у него там будет и как оно у него будет я я не знаю но я могу сказать только одну вещь если он сойдет на американскую землю все остальное у него произойдет если не автоматом то близко к тому то есть он привык пахать он честный добросовестный он молодой совсем значит он образованный то есть он не глупый и так далее он начнет ну там начнет зарабатывать но пусть нелегально там по гостевой визе начнет зарабатывать подаст на политическое убежище получит его без особых проблем и тем более что он будучи юристом как бы хорошо поймает как бы концептуально вот что там происходит в чем в чем идея политического убежища и так далее то скажем адвокату если у него будет адвокат адвокату с ним с ним легко работать или он может сам подавать я не знаю есть люди вот я вижу людей с юридическим образованием которые сами подавали без адвокаты трудно сказать даже если он язык английского не знает совсем он все равно не пропадет значит приедет в нью-йорк приедет там лос-анджелес там будет какую-то работу делать по началу и замечательно пробьется и дальше пойдет захочет там софтвар тестировать будет софтвар тестировать то есть я бы не не ставил ему такие долгосрочные задачи прямо сейчас потому что видно будет почему так еду знаете у меня сзади полицейская машина в зеркало заднего вида у тебя сами бла 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 за мной уже пара миль ментовка есть ну ладно значит вот кстати так слову сказать вот да значит один с одним мы беседуем и другое еще меня знали да что там сказать еще значит вопрос то он какой задавал он говорил как бы каким дальше как там у него звучало давайте еще раз как поступить с чего начать значит начать надо с получения визы конечно в тот момент когда он пойдет визу получать ему во первых какие-то денежки нужны на получение визы во вторых надо иметь деньги на билет если вы эту визу дадут будем надеяться то соответственно ему надо над какие-то деньги на билет соответственно ему надо было бы разобраться кому дают визы а кому не дают визу потому что это отдельный вопрос какой стране он живет значит какие там порядки и там наверно там есть какие-то турагентства которые ну разбираются в местных условиях и подскажут ему вот поэтому я бы начал вот просто с визовых вопросов то есть как ему добраться до сша вот собственно и все я не знаю может он выиграл лотерею вот сейчас знаете как это письмо было написано до того как был розыгрыш может быть он вот за это время чуть выиграл вот хотя я понимаю что шансов мало кроме того мы не исключительно вот пытаемся помочь одному человеку а мы пытаемся рассмотреть ситуацию как она есть по жизни нам нам гораздо в большем таком аспекте это все интересно но дай бог чтоб выиграл если это не получится то ну в конце концов приедет по гостевой у него действительно хороший кейс я считаю что хороший его выжили с работы за то что он отказывался там какие-то криминальные действия совершать ну шикарно шикарно вот сама система и выжил и не защитила там и так далее он может стать абсолютно кем угодно ему 25 лет он может нет границ понимаете нет абсолютно нельзя сказать что есть чего то чем он стать не может но но наверно он не станет там еще одним трампом там допустим да ну это правда там тоже не приехал иммигрантом хотя мы знаем что вот например там госсекретарь киссингер будущий госсекретарь киссингер приехал в сша вот примерно в таких же значит условиях но помоложе был немножко конечно поэтому стал госсекретарем вот все все таланты у него какие есть технические какие-нибудь организаторские там административные еще что-то все условия то есть он достаточно молодой достаточно молодой даже если бы он поехал в 35 я бы сказал что если не все то практически все разумно востребованные дороги перед ним открыты но сколько там нужно дорог вот это все есть так что давайте мы честному менту пожелаем чтобы он и дальше был честным может он в полицию поступит правда тоже в армии служить пойдет я не знаю там как дальше у меня жизнь сложится на всякой случае давайте мы пожелаем чтобы все у него получилось счастливо